Всем привет! С вами ваша Юля и ваша любимая рубрика распаковка утерянных посылок. Эти посылки мы купили дешево, потому что тут на обертке нарисована какая-то еда и у меня такое ощущение, что мы сейчас найдем кучу просроченной еды. Но я не расстраиваюсь, потому что эти посылки стоили дешево. Они огромны, но стоили всего лишь 10 долларов. А перед распаковкой обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под этим видео. И, конечно же, напишите, с какого момента вы меня смотрите? Один месяц, два, три, сколько? Год? Мне просто интересно, кто сколько меня смотрит. Так, ножницы, кстати, с прошлой распаковки пригодились мне, потому что я ими буду распаковывать сегодняшнюю огромнейшую посылочку. Вдруг тут какие-то иностранные или наши украинские продукты. Не знаю, мне почему-то кажется, что тут продукты питания какие-то будут. А вы бы хотели, чтобы я сейчас попробовала просрочку на вкус, если тут реально просроченные продукты? А ты как думаешь, Влад, что здесь может быть? Я, если честно, думаю, что там, ну, по тяжести такое что-то приличное, как книги. Книги думаешь? Ну да. Так, ну что? Вам там совсем не продукты. Там совсем не продукты. Так, это то, что я думаю, это то, что я думаю. Нам, походу, посылка окупилась в 256 или 257 раз. Влад! Причем, причем, я удивляюсь, почему эту посылку распаковываешь не ты. Ё-о-о. Они огромные, просто. Ну, я не знаю, блин, это женские или мужские? Это оригинал или копия? Я не знаю, видите, это бренд такой дорогой. Это же дорогущие кроссовки, они стоят тысячу долларов. Друзья, это охеренно, раз, а во-вторых, ребят, если вы разбираетесь оригинал или подделка, пожалуйста, напишите в комментариях, давай покажем. Давай покажем, смотри, вот тут еще написано, что-то должно быть внизу. Офигеть! Смотри, номер написан. Это же так и должно быть, да, у них? А что это за номер? Типа партия серийная. А, размер обуви? Да, мне кажется, так и должно быть у них. А что, сейчас модно писать размер обуви прямо на угли? Наверное. Ну, вообще, модно их с этикетками ходить. Это офигенно. Интересно, они новые или нет? Посмотри внутрь и понюхай. Вообще пахнут новым, очень новым пахнутым. Ты не представляешь, как дорого стоят они, если это оригинал? А сколько они стоят? Не знаю. А можно я загуглю? У нашей подруги такие были и, по-моему, около тысячи долларов. Смотри, тут есть еще бирочка. А ее нужно отстегивать, чтобы ходить или ходить нужно с этой биркой? Я просто слышала, что вот такие крупные и большие бренды, они с бирками. И это типа круто. Честно, я не знаю. Да, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете вообще по этому поводу. Мне, я еще не распаковала всю посылку. А ты видишь, они грязные на дне? На дне, да. На дне, да. Ну, не факт, что кто-то ходил. Посмотри, они так, как будто бы чуть-чуть грязные. Нет? Как будто кто-то... А может, и ходил, даже не знаю. Силиконовая подруга. Там больше ничего нет в этой коробке, кроме... Именно в этой коробке нет, но у меня есть еще одна коробка. Подожди. Подожди, эти коробки соединены? Соединены, да. То есть, есть вероятность, что там тоже обувь? Не знаю вообще. А может быть, там целый лук будет? Так, подожди, давай я померяю. Это, скорее всего, женские, но они 41 размера. Они большие на меня. И вообще, нужно узнать, женские они... Ну, я не знаю. Кстати, они нормально, но у меня большое пространство. Смотри, наверное, большие, да? Большие. Блин, круто. Влад, а какой у тебя? Это точно женские. У меня 41 или... Ну, 41 и 42 по-разному. Вот сейчас у меня тапочки какого размера? 42. 42, блин. А на тебя, наверное, они будут маленькие, да? Надо мерить. Ну, вообще, это женские, по-моему. Ну, да, это женские. Ну, короче, мы посмотрим, женские и не женские. Сейчас мы распакуем следующую коробку и узнаем, что внутри. Следующая. Мне уже так интересно. Я просто не могу. Я сгораю от любопытства. Получается, если посылка стоила 10 долларов, а эти ботинки стоят, ну, я думаю, больше 1000 долларов. Либо, может, 5000 долларов. Ну, если оригинал, да, но я не думаю, что оригинал бы так перевозили. Понимаешь? Ну, да, странно. Ну, вообще, мне кажется, это очень похоже на оригинал. Строчки ровные, я заметил. Не знаю. Строчки ровные, да. А ты можешь прописать как-то модель в ГУ? А, я сейчас пропишу. Давай сейчас прям пропишем ее. Просто мне интересно, есть такое в оригинале вообще или нет? Так. Блин, у меня руки трусятся. Это просто жесть какая-то. Как, как оно вообще могло... Это, наверное, модель написана. Так, Болин-Сиага. Так, написано за шквар. Это что, за шквар? Так. Болин-Сиага зеленые. Смотри. Зеленые сейчас. Так. А может, салатовые? Нет, зеленые. Ладно, я салатовые вобью. Но это зеленые. За это салатовые. Это зеленые. Смотри. Смотри, ты вбила салатовые, да? А теперь я вобью зеленые. Зеленые. Охренеть. И высвечивается то же самое. Такие они крутые, Зоя. Даже если вдруг они на тебя будут маленькие, то я пододену сюда шестяной носок и буду носить. Да я не буду их носить, потому что они женские. Видишь, тут написано 2000 гривен такие стоят. 5000 рублей. 10 тысяч рублей. А, это уже другие. А ну. Сейчас. Я не знаю, сколько такие могут стоить. 18 тысяч рублей. Цены разные. Ну, наверное, тут и подделку просто продают. Вот по этому поводу разные цены и реплики. Наверное, да. На оригинал я знаю, что дорого стоит. Настя говорила около 1000 ваксов. Настя, это девочка, у которой такие красотки. Что там? Зая. Ты выглядишь так, как будто ты чувствуешь сердце. А вы не так. У меня сердце такое. Татух, татух, татух. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Мне кажется, мы попали на какого-то человека-перекупщика. Потому что тут, я тебе так скажу, тут все цвета. Тут все цвета брендовых кроссовок, которые стоят от 1000 долларов. Или, может, и 5000 долларов. Я не знаю. Если это стоит 5000 долларов, каждая пара кроссовок, то это в общей сумме 15 тысяч долларов. Мы можем даже это продать. Давай посмотрим. Они же совершенно новые. Только вот жалко, нет. Зая, смотри. Размер? 41. Просто это уже мужские. Извиняюсь за мат. 41 размер. Ну как? Я хочу померить. Но тут нет бирки. Новые? Не знаю. Так. Смотри, тоже вот написано. А внутри я нашла вот эту штуку. Смотри, видишь? Внутри была бирка, и она была уже отсоединена. Слушай, ну они вообще мне... Кажется, что маленькие. Но я их померю еще позже, потому что сейчас одной рукой снимать, одной мерить не получается. Жаль, ты можешь уменьшить свою ногу срочно и постричь свои ногти? Нет, мы можем просто продать эти кроссовки, если это оригиналы, купить. Блин, я не знаю. Все что угодно. Вот смотри, написано Balenciaga made in Italy. А они в Италии делаются, да? Не знаю. Ну, понимаешь, китайские делаются в Китае. Типа подделки. А оригинал делается в Китае. В оригинале. В оригинале. В Италии. Блин, крутые. Может, я померю себе? Может, они на меня? Блин, почему такие большие размеры? Я просто не могу. Но эти, кстати, поменьше. Один размер, но они вот кажется мне меньше. На меня как раз. Ну, тоже, конечно, тут еще целая галоша. Ну, опять-таки, шестяные носки никто не отменял. Сейчас зима на улице. Я надеяла шестяные носки, огромные кроссовки. Классную, я не знаю. Шестяные носки надень, и ты будешь гонять. Понимаешь? Зима у нее. Зая, я просто думала, что мы прикрыгаемся. Нет, блин. Они божественные просто. Они божественные. Ты знаешь, это тоже поливсяга. А тебе на вид поменьше. Ну, а они 37-го размера, но у меня 38-й. Я не знаю, может, они на меня будут как раз. Почему, блин, на один размер разница, и не повезу? Так, подожди. Что мы делаем? Давай я померю тогда сейчас их. Померить? Померить. Но выглядят они качественно. Мне почему-то кажется, что это не оригинал, но хорошая реплика. Да? Так, ладно. Как понять, в оригиналах кожа или не кожа? Я не знаю, надо подпалить. Будем подпаливать сейчас кроссы? Ну, сейчас нет, можем когда видео снимем, потому что в отеле стоит как бы сигнализация пожарная. Очень сложно оно запихивается. Ой, я уже, я еще не запихнула, а у меня уже вот здесь вот палец, вот я чувствую. Еще надо. Я чувствую себя золушкой. Помните фильм «Золушка» так, где принц одевал эти, туфельку золушки. Так вот, я сейчас чувствую себя золушкой, только более современной. Охренеть, просто, какие они красивые. Я просто попытаюсь, наверное, ослабить шнурки, напялить на себя. Ногти, может быть, подстричь еще больше, потому что ногти длинные. Короче, мне кажется, это фарт. Вот, три пары оригинальных, скорее всего, брендовых кроссовок, это что-то с чем-то. Три? Не знаю, об этом даже можно не мечтать, потому что если все их продать, если они оригинальные, то это, ну, минимум по 500 баксов каждый можно продать. Новые, в половину дешевле, чем они новые. А нет, я думаю, дороже, все блогеры покупают, и я уверена, что тысяч пять долларов. Если не стоили тысячу баксов, мы бы купили ее с первой же зарплаты YouTube. Такие. Ну, я лично не был, не хотел себе такие, поэтому бы не купили. Вообще-то, я смотрела на других блогерах, и мне всегда хотелось что-то брендовое, но почему-то я никогда не покупала. Блин, какая она классная. Смотри, как подходит к моему браслетику. Нравится? Очень круто. Все, друзья, так, раз, два, три, и сейчас вы посмотрите, как они смотрятся на нас, если мы сможем их надеть. Может быть, я надену какие-то зеленые или эти надену. Ну, и тогда, короче, мы сейчас посмотрим, ну, лазят они или нет на нас. Не, давай это уже в Instagram пусть смотрят. Ладно, хорошо, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы узнать судьбу этих кроссовок. Оригинальные они или нет, мы напишем в Instagram. Вот, все, все ссылочки в описании, всем пока. А я буду мерять, наконец-то. Померить можно? Да, можно, давай.